черника в природе черника имеет вот такой вот непосредственно вид темно-синее фиолетовым оттенком ягоды мелкие зеленые листья в народной медицине используются листья как настой листьев как антидиабетическое средство плоды растений эффективны при желудочно-кишечных заболеваниях под действием кислот я улучшается состав кишечной флоры кроме того некоторые вещества которые имеются в ягодах оказывают защитное действие от различных раздражителей являются хорошими антисептиками поэтому все вот эти вышеперечисленные качества плодов черники используются очень широко в профилактике и лечении желудочно-кишечных заболеваний показания для применения плодов черники гораздо более разнообразны плоды черники используют при заболевании в первую очередь это конечно же они не а также плоды черники используются при лейкоза свежие ягоды черники способствуют разжижению стула то есть применяются при запорах а вот сухие ягоды черники наоборот применяются при поносах воды черники применяются при гастритах при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки при заболеваниях печени при желтухе рецестита холонгита лемблиозе воды черники применяются при дисбактериозе в кишечке воды черники применяются при желчнокаменной болезни они способствуют удалению камней и желчного пузыря черника традиционно ценится благодаря своим замечательным вкусовым качествам кроме того в народной медицине издавна используется способность черники улучшать зрение что подтверждено многочисленными научными исследованиями ягоды черники усиливают остроту зрения снимает усталость глаз после продолжительной работы при искусственном освещении работы за компьютером осмотра телевизора черника способствует улучшению зрения и восстанавливать многие функции организма сегодня черника по праву считается одним из важнейших продуктов питания способствующих улучшению зрения и восстановлению иммунитета в листе черники есть инсулиноподобное вещество то есть вещество которое по действию напоминает инсулин поэтому лист черники в первую очередь применяется при сахарном диабете при сахарном диабете применение черничного листа несколько ограничено потому что он способствует развитию сопора у больных лист черники это самая мощная вяжущая средство то есть средство которое останавливает практически любой панол вещество и в 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